Теперь к другим событиям. Ключевые вопросы развития инфраструктуры и подготовки к зимнему сезону. Сегодня на повестке совещания президента с правительством одна из тем неотложные задачи в жилищно-коммунальной сфере. Так, по данным Минстроя, по сравнению с прошлым отопительным сезоном, зафиксирован рост цен на энергоносители. Связанные с этим проблемы, подчеркнул президент, необходимо решать оперативно, чтобы они не отразились на людях. Начнем с наиболее актуальных вопросов, наиболее острых на данный момент времени. Это подготовка к отопительному сезону в системе ЖКХ. В целом по стране жилищный фонд, котельные, тепловые сети, водопроводные и электрические сети готовы на 98%. При подготовке к отопительному периоду произведена замена или полный капитальный ремонт на 7230 км ветких тепловых сетей и 23 800 км ветких сетей водоснабжения, что составляет 99% от запланированного. В субъектов Российской Федерации собрана информация о выпадающих доходах. А предварительно примерно сколько? Предварительно 23 миллиарда, Владимир Владимирович. Эти 23 миллиарда, это деньги не маленькие, но мы с вами понимаем, что сколько бы это ни стоило, мы людей же не можем наставить без тепла. Поэтому оператив нужно решить. Еще одна тема всероссийской вакцинации от гриппа. По данным Минздрава, в этом году привить планируется 70 миллионов человек, фактически половина населения страны. Потребность в препаратах, которая закуплена больше, чем прошлой осенью, покрыта полностью. И еще в Кремле говорили о подготовке Всемирной универсиады, которая пройдет в следующем году в Красноярске. Владимир Путин поручил главе Минспорта тщательно проконтролировать график работ. Президент подчеркнул, отставаний быть не должно. Продолжение следует...